Здравствуйте друзья с вами Ралик вот решил сделать в гараже небольшую фотостудию для этого нужно сделать крепление для камеры оно не идет в комплекте поэтому решил я сделать из вот такой вот струбцинки которая у меня есть чтобы крепить камеру на стол у меня на столе есть такой бордюрчик здесь впереди чтобы я мог крепить вот так вот его и если сюда то мог крепить на горизонтальную поверхность нашел я такую значит струбцинку нашел я вот такой вот наверное от лампы при приспособу удлинительную и хочу сделать такую выдвижную себе конструкцию которую можно было бы поворачивать нагинать наводить камеру чтобы было красиво все собрал я все запчасти вроде бы чтобы не отвлекать ваше внимание поисками вот здесь вот вот в этих всяких ящиках гаечек болтиков вроде бы все нашел так ну с чего начнем с чего начнем с крепления самой самой камере вот такой вот я сделал приспособление сейчас расскажу чего это вот такие вот есть болты которые загоняются в стену закручиваются и распираются вот но это импортные болты не снимать нержавейки поэтому может не у каждого но с черного металла они продаются вот ну короче я его здесь такая втулочка есть я ее снял она не нужна никому и вот что я сделал обычно оно здесь такой есть выступ который нужно сточить наточили потому что он упирается и мало резьбы захватывают саму камеру входит или в бокс поэтому я его сточил ну до самой резьбы потом поставил гайку поставил широкую шайбу из камеры вот вырезал видите так вот сделал маленькую дырочку чтобы она не выскакивала держалась на месте ну и получается вот так вот я беру или камеру или бокс вкручиваю просто от руки чувствую сколько она вошла потом чуть-чуть отжимаю назад и поджимаю ключиком чувствую конечно сколько надо там резиночка поджимает все никуда не девается держится отлично все не болтается не поворачивается все хорошо так теперь осталось собрать в кучу эту всю приспособу думал я как это все сделать и вот что я придумал здесь такой вот есть захват к этому удлинителю он вот так вот ставится здесь поджимается баранчиком баранчик самое трудно было в гараже найти баранчик хотя знаю что их очень много мне сначала нашел вот такой но он большой не хотел рассверливать дырку поэтому все таки поискал и нашел поменьше баранчик тогда этот отставить вот она мне была погнута я ее отравнял вот у меня такая кувалда есть такая вот наковальня есть отравнял все вроде бы хорошо и вот что я хочу сделать у меня есть такая трубочка тоже у нас нержавеечки распилять пополам сюда приварю кусочек и сюда приварю кусочек аргоновой сваркой вот и соответственно будет одеваться сюда или сюда куда надо пополам распилю вот и все и будут потихоньку собирать так сейчас мне надо заняться трубочкой надо ее отравнять сначала потом поделить пополам разрезать и тогда уже будем варить и 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 но где то так она примерно ровно и сейчас я разрежу вот здесь вот где то по середине эльго ручкой вот здесь у меня картинка такая есть красивая я ее на металлоломе купил за 40 гривен она была пополам сложена переломанная хорошо хоть не лопнула была черная вся я ее немножко отреставрировал короче привел в порядок весной на баню пойдет 58 с половиной так ну примерно нам точность не нужна около тридцать трех сантиметров получается как-то где-то так сварку пока зажимать сильно нельзя погнет поэтому будем аккуратненько отрезал сейчас снова пойду отравняю а и и и и и и и и итак это у нас примерно готово до 1 короче получилось ничего страшно думаю для захвата хватит так продолжаем теперь чтобы сюда приварить нам нужно зачистить а зачистить меня другая машинка такой бардак что со светом есть так а так вот я зачистил потому как аргон не любит грязи и теперь я приварю две трубочки сюда и сюда и все будет у нас готова струбцинка с трубочками потом я прикреплю короче сейчас я приварю выключусь приварю а потом уже покажусь так ну вот давайте посмотрим что у нас получилось решил я не варить полностью сделал по две прихватки на каждую трубочку вот аргончиком снял следы побежалости синеву потому как от нагрева синеет вот то есть вот так вот я сделал еще я приварил вот этот болтик который будет вкручиваться в камеру вот такому болтику вот зачистил тоже аргончиком приварил и теперь он у нас будет держаться вот здесь или здесь никакой разницы то есть вот так вот с гайками контрагайками с граверами а здесь уже камера будет ну что можем в принципе начать собирать такой последовательности снова идет гайка сюда шайба резинка вот этот узел готов теперь здесь вот так вот раз сюда одна одна идет между ними так вот скажем да надо было еще один граверок а вот он у меня есть ну ничего сейчас сделаем итак собираем по очереди это наверное в срединку поставим граверок да что ж такое Раз, два, раз, 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 и теперь последний граверок И, ага, стоять, и вот это вот, нет, немножко не так, эти должны быть вовнутрь, точно, и между ними должен граверок быть Так, переделываем, по-быстренькому, раз, 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 так Сюда идет, правильно? Правильно Сюда идет одна Между ними идет граверок Так, вторая Теперь это Это Значит, этот не нужен Этот И Завершающая Так Сюда Граверок Граверок Шайбочку И Барашек Так Ну, я считаю, этот узел тоже готов Теперь осталось Прикрепить нам Этот узел Так 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 Заганяем аечка Так, есть, загоняем теперь контргайку Для того, чтобы расклинить и она не откручивалась Опачки Теперь загоняем шайобочку Граверочек Так И ставим Раз Раз Теперь между ними надо поставить Граверочек Так 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 Немножко Не докрутил Значит, послабим гаечку И отгоним ее дальше И отгоним ее дальше До конца почти И Эту, соответственно, тоже Возьмем 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 здесь захват. Ставим опять граверочек. Я бы поставил еще между ними, между этими пластинками, чтобы тоже свободного вращения не было. Еще один граверочек и также гаечку. Здесь контргайку ставить не буду, потому как она будет разбалтываться по-любому и нужно будет подтягивать либо ключиком, либо плоскогубцами для того, чтобы зафиксировать в определенном положении. Если зафиксировать контргайкой, она будет болтаться. Здесь конечно в идеале бы поставить барашек, либо вот такой вот пластмассовый вороточек. Но за неимением, как говорится, корелевы садовник страдает. Так, примерно. Ну что, прекрасно, прекрасно держится. Все, мы потом сможем регулировать это. Вот здесь вот, я думаю, может быть придется... О, остыла, тепленькая. Может быть придется, придется... А может быть и нет. Я думаю, может резинку придется ставить для того... Хотя, зачем она? Нет, здесь я думаю, все будет прекрасно и без нее. Сейчас попробуем собирать, как она у нас выглядит. Как она у нас держит. Так, так, так. Ну вот, смотрите. Так, прекрасно, прекрасно. Здесь тугенько оно поворачивается. Здесь тоже поворачивается. Здесь можно поджать. И я может быть поставлю здесь еще между этими пластинами тоже по граверку, либо по резиновой шайбочке такой. Чтобы не так оно все-таки легко. Хотя камера она не такая тяжелая. Я думаю, что все у нас получится. Так, эксперимент продолжается. Сейчас пробуем зажать, как оно будет тут стоять. Ну и прекрасно. Смотрите. Могу я повернуть так. Ну вот, к примеру, сейчас возьмем, накрутим бокс. Потому как камера у меня на голове оказывается. Вот так вот. Контрогаечкой поджимаем, как я говорил. Ну, сейчас без ключика будем. Хотя можно и без ключика. Если это статично, оно никуда не денется. Итак, вот смотрим. Смотрит камера, да? Мы можем ее, во-первых, нагнуть. Прекрасно? Прекрасно. Конечно, в чем минус? Что она болтается. Вот это минус. Ну, стол у меня все-таки... Ну, как будет, конечно, может быть какая-то тряска. Но я не думаю, что это как-то помешает. Или придумаем что-то еще. Может быть, мы ее будем цеплять где-то там, я знаю, на другой стол или на полку. Ну, а так я считаю, что это очень хороший бюджетный вариант. Вот я его сделал, я не знаю, за сколько, может, полчаса. Сделал этот штативчик куда угодно можно его поворачивать, нагинать, удлинять. Ну, то есть... Да, вот здесь вот надо доделать. Здесь я поставлю, конечно, наверное, резиночки, потому что... Ну, либо, может быть, и даже игроверки. Найду маленькие игроверки. Еще порою. Так, ко мне пришли. Так, пришлось отключиться. Извиняюсь, приходили клиенты по сварке. Ну, продолжим. Ну, короче, вот так вот, вот такое вот дело. Что мне понравилось в этой системе, что я могу буквально на любую поверхность закрепить ее. Ну, если, конечно, мне позволит толщина вот этой вот моей струбцины. То есть, хоть на вертикальную, даже вот, например, на тиски захотел, допустим. Да, все. Закрепил, повернул на стол, затянул, поднял, все. Выше, над столом поставил, камеру, все. Отрегулировал по указке. Можно даже выключить указку, чтобы она не мешала, не раздражала людей. И все, работай. Вот такая вот история у нас приключилась. Очень я доволен. И обзор сделал, и полезную такую штуку себе приобрел. Вот так вот, раз, раз. То же самое. Все, держится прекрасно, отлично. Так что, кому надо, можете брать идею на вооружение и вооружаться. Так, ну и все. Спасибо за внимание, кто досмотрел, конечно, мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте нравится, не нравится. Указывайте на ошибки. Все, буду рад всех видеть на своем канале. Спасибо. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...